Привет, это проект Персона на телеканале Катунь24. Меня зовут Саша Волокитин. Интересные люди на блюдечке с голубой каемочкой. Синт Электро в 64 года легко считает наша сегодняшняя персона дня Игорь Бутовин. Где-то лет 7 назад я решил вернуться к активной музыкальной деятельности. В принципе, музыкой я занимаюсь еще со школьных лет. Была сразу создана своя группа, она называлась «Дети подземелья». Мы изначально сразу принципиально исполняли только свою музыку. Мы играли на инъязе в институте педагогическом. Я был руководителем. Мы играли в стиле мелодический ход-рок, что было в принципе вообще никто не играл в этого. Слушайте, вот смотрите, когда впервые мне попались ваши диски, ваша музыка, я посмотрел обложку, приблизительно понял, что думаю, наверное, человек, может быть, шансон какой-то исполняет. Ну, как у меня визуальный ряд такой сложился, да? Я включил, но то, что я услышал, меня глубоко поразило, потому что это был, я не понял, что это было. Это был трип-хоп, это была электронная музыка, это был какой-то чилл-аут, это было на английском языке, это было на русском. Как бы вы сами охарактеризовали свою музыку? Синт электро. Синт электро. Да, синт электро, так по-русски если произнести. Конечно, очень любопытно, и самое любопытное еще то, что я перед тем, как вам прийти, смотрел паблик ваш в социальной сети одной, и увидел там такое, что пишите, у Игоря Буторина сегодня вышел 42-й альбом. Это каким же образом вы такой плодовитый, как вам получается не утратить, что ли, какое-то вдохновение, потому что многие музыканты, которые берутся за дело, часто, ну, и списываются там или что-то, да? 42 альбома. Ну да, уже пора уже в книгу Гиннесса, наверное, за 7 лет, 42 альбома. Пока почему-то откуда-то все это изнутри берется. Может быть, из моего внутреннего оптимизма, внутреннего позитива, настроен на какую-то деятельность. Пока из меня все это идет, я буду делать. Вы сами все от и до делаете. Я делаю с нуля до конца. Электронная музыка, она меня еще затронула в юношестве, когда в фильме «Солярис» звучала вот эта вот первая электронная музыка. Первая. Она какая-то просто фантастическая, неземная, нереальная. Это были, для меня это был первый звоночек. О чем говорит в своих стихах и песнях Игорь Буторин? Про что вы пишете? Я пишу о любви. У меня очень много детских песен. О философии жизни. Все это обязательно переклетено с позитивом. У меня в свободном доступе, совершенно в свободном доступе, все выложено ВКонтакте. Вся музыка, все инструменталки, все клипы абсолютно, включай и смотри, без проблем. И пожалуйста, и там люди смотрят, радуются, пишут хорошие комментарии. Как ваши родственники, близкие, жена, да, относятся вообще к вашему увлечению? Ведь вы наверняка много времени проводите здесь, в своем творческом пространстве. И это не напрягает, что вы не мясо крутите и помогаете, а на гитаре здесь играете? Я сначала мясо прокручу, сначала пойду его куплю, еще изначально я на него заработаю, вот. А уж потом, в какой-то промежуток времени я занимаюсь музыкой. То есть это... Ей нравится ваша песня? Да. Нравится ей, внукам нравится, детям. Музыка электронная. Вы должны, наверное, следить за какими-то артистами в сфере музыкальной. И кого можете выделить из молодых сейчас, если следите за музыкальной индустрией? Был на концерте Басты. О, даже так. Он мне очень импонирует, мне он очень нравится. Дело в том, что как-то вот формат электронная музыка, она отрубает все концы по другим направлениям. Электронная музыка, она всякая и бывает. Она бывает легкая, она бывает тяжелая. Абсолютно. Вот. Чилла-аут, дип-хаус. Да. Даунтемпер. Депстеп, который мне очень нравится. Очень многогранно и я чем глубже туда окунаюсь, тем больше у меня фантазии, тем больше там я открываю для себя. Потому что там просто море непаханное работы и открытий, находок. И каждый альбом я стараюсь сделать более, открывать какие-то новые звучания. Вы не боитесь, так скажем, быть непонятым людьми своего поколения, потому что не каждый может это правильно воспринять, ваше увлечение. Я сознательно шел на это, я знал, что я потеряю несколько человек, но я приобрету тысячи, десятки тысяч поклонников. В принципе, так оно и будет. Какие планы у вас на ближайшее будущее? Что подать своему зрителю? Может быть, выйдете, так скажем, из студии к людям? Да, это в планах есть. Пора бы уже выходить, может быть, и на большого зрителя. Как вы планируете выступать? С инструментом или под аккомпанемент фонограммы? То, что я делаю, воспроизвести на обычных инструментах архи сложно. Придется, может быть, совмещать. Давайте что-нибудь пожелаем зрителям телеканала Катунь24 от автора-исполнителя Игоря Буторина. Надо радоваться жизни, делать все в удовольствие для себя и для других. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Барнаул, ты мне очень дорог. Субтитры создавал DimaTorzok